Всем привет! Привет и здравствуйте! Вы находитесь на канале Танюша Груша, с вами Таня. В этом видео я хочу с вами поделиться своими покупками, которые совершались в этом году. Буду я показывать вам частично, потому что кое-что еще не пришло, хотя заказывала давно. Но за счет коронавируса, конечно же, все приостановилось, задерживается. Но приходит, приходит. Тут я жаловаться не могу. Значит, покажу вам то, что я неожиданным образом для себя. Но как я играла с этой идеей купить от волшебной страны игрушки. Решила я создать одну композицию из вот этих вот оленей. Я купила их все шесть благодаря девушке, вышивальщице из Германии. Огромное спасибо! Вот она осуществила мое желание. Вообще очень здорово, когда девчонки пишут в сообщениях, типа, девочки, я еду в Украину, я еду в Россию, что-нибудь вам надо. Это просто здорово, вы знаете, здорово. Вот, и я заказала, попросила купить мне вот таких вот оленей. Мне не все узоры на этих оленях нравятся, поэтому я не знаю, буду ли я вышивать так, как есть, или все-таки какие-то другие узоры придумывать. Мне нравятся более скандинавского вида такого узоры. Да, я не говорю, что там красно-белый должно быть. Может быть, вот, например, такого типа. Такого типа, мне нравится, да? Очень красиво. Ну, тут тоже как-то не очень, но здесь я, скорее всего, ничего переделывать не буду. Так, дальше, что у нас тут? Вот такой вот мне нравится. Очень нравится, очень-очень нравится такого типа узоры. Мне очень нравится. Вот, тоже неплохо. Вот как-то, вот, они подходят просто здоровски. И это очень красиво. Я бы поработала вот над этим вот. Что-нибудь надо придумать. Может быть, такого рода сделать. Такого. Вот такие у меня олени. Шесть. Правильно? Шесть. То есть, по-моему, у Санта-Клауса их тоже шесть, да? Если я не ошибаюсь. Но вот, исходя из этого, у меня будет небольшая такая композиция. Вот, украшения декоративные. Я еще подумаю, как их прикрепить, сделать. Но вышивать уже надо. Дальше. Если говорить о маленьких наборах. Так, покажу вам. Купила я вот такой вот Dimensions. Сейчас уберу, чтобы не светилось. Такой вот, мне очень понравилось. Ментоловые такие вот цвета, сочетание цвета, мне очень понравилось. Тут вот, видимо, художница Сьюзан Линджет, наверное, так. Вот. 2017 года. Вот этот сюжет. Вот написано, да? Я так понимаю, что это сюжет 2017 года. Я не помню, когда я покупала. Ну, наверное, в этом году. Где-то вот январь, февраль, скорее всего. Если я не ошибаюсь. Вот этот цвет мне очень нравится. И вот этот вот. 17-167 и 17-53 класс. Класс. Можно, конечно, взять какую-то конвот МП-студии и не вышивать эти узоры. Я не знаю, буду ли я эти узоры вышивать. Хотя мне из-за этого и понравился, в принципе, сюжет. Но это уже будем решать, когда буду вышивать. Вот. Такой вот. Все тут стандартное, да? Размеры и все остальное. Дальше тоже такая вот склонность к этому цвету и сочетание цвета. Я купила этот набор, потому что хочу его вышить в пару к Золотой Руно. Там тоже тумбочка есть, да? Но он там с маками, по-моему, с цветами. Мне очень понравилось. Есть еще Атреолис. Оно там подоконники, насколько я помню. Тоже классно. Мне нравится сочетание цвета. Вот. Супер набор. Такой вот красивый. Ой. Так, я положу вот это сюда, потому что у меня все улетит. Снимаю на балконе, потому что я здесь вяжу под зонтиками. Следующий вот такой вот я купила. Я считаю, что его можно тоже оформить в марку от фирмы Щепка. Размерчик позволяет. 13 на 18. Вот. Так что будет здорово, если я приобрету рамочку от Щепка. Потому что вот что-то мне туда прям, я его вижу маркой. Да, вот как-то у вас нет такое ощущение. Правда, это просто действительно музыкальное такое изображение. Это в Дед Мороз. Видите, за ним ноты идут. Вот такая веточка. Не знаю почему, но я хочу его в марку и создать доску для писем Деда Морозу или Санта Клаусу. Там я уже не знаю, как моя дочка будет воспринимать этот праздник. Вот. Так что надо будет мне уже две марки от Щепки. Это я не просто так говорю. Так, дальше я купила тоже по дешевой цене, где-то 5 евро. Вот такой вот набор. Мне нравится сочетание цвета. Очень безумно нравится. Вот. Ну и это, скажем так, не только праздник Новый год, но и символ зимы. Поэтому украшение будет, скорее всего, в лестничной площадке, потому что на двери у меня висит в декабре Санта Клаус. Вот, потом он у меня в середине января уходит и больше ничего не висит, ничего не украшает. Поэтому вот этот молодой человек будет украшением. Вот, ничего не буду менять, все так и будет. Лен классный. Вы не представляете, я на него смотрела 2-2 месяца, был в распродаже. Я за 5 евро его ухватила. Ну, думаю, ну, блин. Ну, нравится он мне. Так что прихватила. Так, у меня тут пчелка летает. Из виде моих цветов. Так, давайте я немножко разбавлю. Я купила такой вот набор фетровый. Морские звери. Дело в том, что я оформляю свою ванну самостоятельно. Да, я не говорю, что у меня там такой ремонт идет. Нет, я просто декорациями там украшаю ванну в морском стиле. Вот. И они мне понадобятся вот эти вот зверюшки. Я подозреваю, что они легко шьются. В ютюбе есть на... Ночная вышивальщица, если я не шиваюсь, да? Галина, в общем. Она сшила такой набор. Вот. Знаете, у меня такое всегда совпадение. Если я что-то присмотрю, то у кого-то уже вижу в покупках потом, да? Или уже сшитыми. Или это у меня просто откладывается в подсознании, да? Что я где-то вот видела, поэтому мне надо купить. Или мне действительно сначала нравится набор, а потом как совпадение. Я его вижу везде на ютюбе. Вот. Я не буду ничего говорить, но вот так вот получилось с этим набором. Он мне понравился. Цена меня, правда, не устраивала. Я знала, что он может быть дешевле. Вот. Поэтому я ждала снижения цен. Дождалась, что он исчез. Потом опять появился по огромной цене. Просто в два раза дороже. Я уже расстроилась. И в какой-то день он просто мне вышел достаточно дешево. И вот я его заказала. Точно такая же история была у меня вот с этим вот набором. Вот же как я его хотела, потому что у меня для него есть отдельная идея, как я смогу с ним украшать свой дом на Рождество. Так, давайте я уберу все-таки. Вот. Надеюсь, что ничего не попадает, потому что в полевых условиях тут снимаю. На Амазоне он исчез. Просто-напросто он был очень дорогой. Потом исчез. Появился по какой-то необыкновенной цене. Еще и плюс доставка огромная была. Я имею в виду по ценовой категории. Не понимала, в чем дело. Я заказала вот 123Stitch.com. То есть вот этот набор. Он мне вышел до сих пор. Он мне вышел намного дешево. Вот. Но я так была расстроилась, что я не могу его нигде найти. Поэтому залезла в Google. 123Stitch. Очень дешево он там был. По-моему, даже 16 долларов, что ли. Вот. Ну и 5 долларов доставка. А так стоило намного дороже. У меня есть идея. И очень-очень хочу осуществить. Я знаю, что у меня много идей. И я что-то очень плохо их осуществляю. Но я постараюсь. Постараюсь. Постараюсь, конечно. Надо начинать шить. Посмотрите, какие-то пресающие домики. Просто здорово. С елочками. Такой красивый. Без елочек. Но зато какие двери. У меня окна. Такой зелененький. Вот. Висит веночек на окне. Здесь такой шикарный дом. С елочками. Веночек. Тут на двери веночек. Ну, это церковь. Похожа, да? Как-то похоже. Такие вот окна. Большие. Ну, такой вот домик. Здорово-здорово. Очень хочется побаловаться и сделать. Такие вот палеточки. Круто. Очень толстенький. И очень вкусный. Дальше. Я купила Крестиковый набор. Тоже по хорошей цьме. Вот такой тамбуцилла. Ну, от того, что опять же цветовая гамма. Вот они мои любимые нитки. Здорово. Я на него очень давно смотрела. Года два, два с половиной. Вот. Не знала. Стоит, не стоит. Спросила мужа. Он говорит, конечно, стоит. Дочки в комнату. Ну, для моей дочки в комнату уже многое что задумано. Мало что. Исполняется, да? Не знаю, не по той скорости, которой бы хотелось. Вот такой вот сюжет. Красивый. Акварельный. Не знаю, насколько здесь отшив красивый. Но размытости, да? Очень много всяких там крестиков отдельных. Так, моя соседка ушла цветы поливать. Дальше. Купила я пару с своим ангелочком. Как-то я показывала их в своих покупках. Вот такие вот ангелочки. Фирма Бутинет. Я не знаю, насколько это фирма выпускающая. Да? Возможно, просто пакующая. Вот. Но такие вот ангелочки в пару. Решила прикупить. Очень симпатичные девочки. Вышиваются на пластиковой конве белой. Вот фирма Орхидея, да? А обложка Бутинеты. Ну, не знаю. Магазин, собственно говоря, называется. Вот. Медь сделана в Польше. Не знаю. Вот такие вот нитки. Можно тут тоже разгуляться. И бисер добавлять. Игрейник. Скорее всего, так делать и буду. Такие красивые девочки. Четыре штучки. А какой размера с вами будут? Я не знаю. Но если тут разделить на четыре части этот лист. Да? Вот так он. Достаточно большие получатся. Такие вот. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Очень красивые. В этом же магазине я приобрела вот такую вот дорожку для своего обеденного стола. Это не вышивка крестиком. Это больше стебельчатым швом. Но мне нравится то, что это одуванчики. У меня в зале поддерживается тематика одуванчиков. У меня люстры такого типа. Под люстрами ковер серый. Тоже такими разводами, типа как одуванчик. Но многое, что у меня с одуванчиками имеется. Поэтому решила купить здесь цвет. Именно этой дорожки. Не знаю, как вот так вот. Именно этой дорожки очень красивые. Мне подходит. У меня тоже такой стол милированный. Мне очень нравится. Такие вот ниточки. Тут, в принципе, ничего и не надо. Белый и зеленый. На такой печатной основе. Будет здорово. Очень хочется уже сделать. Как-нибудь. Дальше покажу вам фитровый набор. Вот такой вот. Классный. Такое сердечко. С такими вот снеговичками. Один держит веночек. Другая держит подарочек. Не такая шутка. С севертичками. Красивые милашки. Но я снеговику глаз открою. Мне не очень так нравится. У него длиночек так с сердечком. Ну, понимаете. Любовь-любовь, да? Я хочу поддержать. Любовь-любовь. Вот. Такое вот. Содержание. Красивые пайетки. Это надо все разбирать. Рассматривать. Я не думаю, что он будет изжелушиться. Ну, надо. Мне очень нравится. Классно. Я и мой муж. Такие вот. Пухленькие. Мой муж практически всегда улыбаться может. А я, правда, чаще слишком серьезная. Последний мой фетровый набор. Вот. Я как-то его упоминала, что я его купила. Вот такой вот осенний. Так вот, да. Есть такой венок осенний. Большая такая тыква. Она мне не очень нравится. Как-то неаккуратная такая. Если ее набить, в принципе, возможно, будет красивее. И побольше там швов сделать каких-нибудь декоративных. Ну, здесь много всего, что мне очень понравилось. Поэтому выбрала его. Этот набор. Тоже бацила. Размер 38 по диагонали. Такая куча фетра. Красивых цвет, оттенков. Просто здорово. Поеточки спрятаны под ниточками. В отдельном пакете. Поэтому не видно. Но они здесь есть. Целая куча. Бисерд есть. Такой сюжет. Здоровский. О нем я очень долго думала. Года два. Это точно. Если не больше. Года два это точно. А потом решила его все-таки приобрести. Потому что дорожает и дорожает. И мое открытие. В январе месяце я просто записалась на предзаказ. И мне прислали потом сообщение, что все сюжеты готовы. Но не все, а по очереди. И высылают в Германию бесплатно. Ну конечно же. Я заказала. Участвовала при заказе. Вот такой набор купила. Можно было схему купить. Я купила сразу набор. С мурана сплэш мятно-голубого цвета. Ниточками DMC 40 цветов. Подбирать было бы для меня. Это неимоверно тяжело. Называется снеговик. Такая вот девчушка. Я обожаю вот эти вот сюжеты. Обожаю. У меня тморешки есть. Обожаю. Здесь ничего не видно. К сожалению. Плохо. Все так видно. Но мне пришло. Да. Сначала один набор пришел. Немножко помялся. Просто в обычный пакет. Конверт с пупырышками. Да. Но он мне постоянно приходил разорванный, порванный. Потом такая вот красавица пришла. Первый снег называется. Тоже выбрала мурана. Сплэш мятный. 43 цвета. Вообще потрясающие девочки. Вконтакте гуляют фотографии с оформлением. Очень мне нравится оформление. Корсет. Багет Корсет, по-моему, оформляет. Оформлял именно для Анастасии Солошенко специально. Кстати, да. Я не сказала, что я у нее участвовала в предзаказе. Просто увидела, что у нее эти картинки. Вот такие вот. Вот такой вот мальчик. Красавчик. С птичкой. Вообще красота. Тоже. Зеленая мята. Но тут, по-моему, да, зеленый этот идет, по-моему, основа. Вот не видно. К сожалению, не видно. Я не вскрывала. Столько здесь 39 цветов. Красивый мальчик. Вот. Я собираю вот этих вот. Не всех. Вот я не очень хочу эльфов. Там есть эльфы такие классные. Вот. Но мне нравится более такой вот. По типу морешки, да. Который идет. Вот. Я уже с нетерпением жду пополнения вот этой коллекции. Мне существует мечту. Наборы хитро синица. Там дедушки. Они просто потрясающие. Вот. Ну, а мне еще подарили этой группе человечков вышивальщицу. Тоже от Солошенко. Вот. И у меня все-таки я купила схему, где девочка держит птичку. Я не буду сейчас оставлять фотографии, пожалуйста. Я буду все рассказывать, как только примусь за вышивку. Эти пока что у меня полежат. Я хочу вышить схемы. Потому что подбор для меня это самое сложное. Вот почему я решила схему купить. Потому что есть у меня основа сплэш. Я попробую все-таки подобрать оттенки и вышить по схеме. Ну, и схаять с ниточками. Так. Вот такие вот у меня огромные покупки. Мыли. У меня будут еще видео о покупках. Я вам расскажу, покажу. Обязательно. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Желаю вам любви, удачи, красоты. И оставайтесь креативными. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok